Армянская дипломатия Армянская дипломатия Нагорный, который закрепили большевики лишь в 1921 году. Но возврата к прошлому нет. С какой стати Азербайджан должен предоставлять армянам автономию? Такого требования относительно национальных меньшинств нет ни в одном международном документе. Кроме того, у армянского народа уже есть собственное государство – Республика Армения. Азербайджан – страна многонациональная. Здесь живут русские, лесгины, аварцы, талыши, евреи, грузины и еще много других национальностей. Обучение в азербайджанских школах ведется не только на официальном языке, но также на русском, лесгинском, цахурском, талышском, крысском, хналыкском языках. На этих языках издаются газеты, книги, выходят радио и телепередачи. Представители всех этих народов живут в Азербайджане в мире и согласии. В Азербайджане на соседних улицах стоят церкви, мечети и синагоги. Но вот административной автономии ни у кого нет. Азербайджан – государство унитарное. Так за какие заслуги в Азербайджане должны выделять армян среди других народов? Как политики и военные, санкционировавшие удары по азербайджанским городам, могут еще требовать какого-то особого статуса? Из оккупированных Армении территорий были изгнаны 750 тысяч человек. На оккупированных азербайджанских землях были уничтожены 64 из 67 мечетей, арменизированы древние албанские церкви и монастыри, разграблены музеи, жилые дома, школы и даже кладбища. Наконец, были переименованы на армянский лад все азербайджанские географические названия. Так Кельбаджар превратился в Карвачар, Агдам – в Акна, Лачин – в Бердзор и так далее. И как после этого можно опять требовать автономии? Да, в течение более чем четверти века переговоров в рамках минской группы ОБСЕ Азербайджан предлагал предоставить высокий статус автономии армянам Карабаха. Но, во-первых, это предложение отвергала именно армянская сторона, высокомерно заявляя, что на меньшая чем независимость они не согласны. Во-вторых, это было именно компромиссное предложение в обмен на мирный вывод войск Армении с территории Азербайджана. Но в Армении о выводе войск и Карабахи в составе Азербайджана не желали и слышать. В-третьих, Азербайджану пришлось применить силу в ответ на армянскую провокацию 27 сентября 2020 года. Баку решил конфликт военным путем, ценой жизни своих граждан. Так с какой стати теперь ему возвращаться к языку дипломатии, когда все уже сделано другим способом? Армянской стороне стоит вспомнить нашумевшее письмо первого президента Армении Ливона Тер Петросяна «Война или мир? Время призадуматься», в котором прозвучала пророческая фраза «То, что мы отвергаем сегодня, в будущем мы должны будем просить, но не получим, как не раз бывало в нашей истории». Напомним, что через день после этих слов Тер Петросяна, человека действительно образованного, заставили уйти с поста президента. На его место пришли полуграмотные полевые командиры, по сути бандиты, которые отвергли любые договоренности, выбрали силовой путь и в итоге получили ровно то, о чем предупреждал Тер Петросян. Сейчас действительно все именно так, как и говорил первый президент Армении. Азербайджан решил вопрос путем выдворения оккупантской армянской армии со своей территории и вести переговоры о статусе не желает. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.